50 лет, какие профессии будут востребованы, об этом мы говорим с нашим гостем, футурологом, директором проекта футура.ру, Сергеем Маскалёвым. Сергей, вот прочитал тут список профессий, которые никогда не уйдут в течение ближайших 50 лет. Это проститутки, налоговые инспекторы, религиозные лидеры, парикмахеры, артисты, военные политики и все, кто задействованы в ресторанном, туристическом и гостиничном бизнесе. Вот такой взгляд. Согласны? Ну да, есть некоторые вещи, которые не меняются. Ну там, столовая ложка или вилка, то есть в такой форме они находятся там, может быть, уже тысячу лет. Есть вещи, которые ну как-то вот так привязаны жестко к человеку и к обществу, что ну они могут просто видоизменяться, скажем, иногда для традиционной профессии может потребоваться знание новой технологии. Например, сапожник, принимающий заказы через интернет. Но в этом смысле все равно там, ну когда мы говорим на обозримый срок, все-таки там действительно 50 лет, это срок обозримый. В смысле того, что люди будут по-прежнему носить обувь, по-прежнему носить одежду. В лучшем случае. Ну вот как-то похожую на то, что сейчас. Они могут носить ласты. Ну, вариации. Но все равно профессионально понадобятся люди, которые будут их как-то одевать и кормить. И предположить, что уйдут профессии, связанные, ну там, не знаю, повара тоже нельзя. На таблетки не перейдем, ни на какие тюбики уже понятно тоже, несмотря на то, что это все существует. Как бы и сегодня, ради бога. Хочешь, ешь из тюбика, хочешь, приготовь себе курицу по-человечески. Но профессии медицинские все остаются. И даже, скажем так, воздействие медицины, развитие медицины очень сильно влияет на общество. Мы можем опять взять для примера Африку, в которой, когда в 65-70-е годы стали активно заниматься вакцинацией. Если раньше из 20 детей выживало один или два, то после вакцинации стали выживать 20. И получилась катастрофа с перенаселением. То есть, земля, ее скудные ресурсы не позволяли прокормить такое количество людей. Вот то, что сейчас Африка находится в таком печальном состоянии, ну, и технологическом, и эпидемиологическом, любом. И политическом. Политическом. Это связано как раз вот с достижением медицины. А, то есть, вот когда вы перечисляли эти пять основополагающих факторов, которые влияют на будущее, и я так себе, видимо, ошибочно поставил общественное отношение и политику над технологиями, это скорее наоборот. Скорее в этом смысле, если мы берем медицинский пример, именно медицинская технология спустя там поколение определила как раз и общественные отношения, и политические проблемы, которые существуют сейчас в той же самой Африке. Да, давайте посмотрим на разве... Ну, Африка, пример такой, скажем, печальный, заведомо, по любым параметрам, если говорим про Африку... Ну, может быть, модель как раз. Как модель, по-моему, что смотрится. По-моему, Японию, самая высокая продолжительность жизни. Колоссальная проблема, колоссальная нагрузка на пенсионные фонды. То есть, если раньше пенсионера кормило трое работающих, и они умирали там 65 лет, там, прожив 5 лет после выхода на пенсию, то сейчас люди живут по 95 лет на современных достижениях медицины. И в какой-то момент в развитых странах создастся ситуация, когда на одного работающего будет 3 пенсионера. То есть, и говорят о увеличении продолжительности жизни, это неправильный подход. Нужно говорить об увеличении работоспособности возраста. То есть, чтобы человек, ему было там 70, но он был нормальный, здоровый, как в Голландии, ездящий на велосипеде на работу 40 километров каждый день, и нормальный соображающий, и который может и работать, и себя кормить, и помогать другим. И вот некоторые вещи, которые мы считаем достижениями, они ставят нас перед вызовами. То есть, общество становится старше. То есть, мы заметно стареем. Врач-геронтолог, это профессия, которую еще недавно в нашей стране не сильно слышали, это будет профессия такая очень... Геронтолог, видите ли, это не столько врач, это ученые, которые изучают вопросы долгожительства, а вот, например, люди, которые занимаются социальным обеспечением пожилых, их обслуживанием. Понимаете, если раньше нянечка одна обслуживала одного пенсионера и получала какую-то там зарплату скромную, то сейчас она в маленьком городке может обслуживать 10 пенсионеров и будет получать неплохую зарплату. А если над ней надстроится какой-нибудь менеджмент, который ловко это все будет делать... Она будет получать ту же зарплату, а менеджмент как раз на пенсионерах почти как на нефти поднимется через 30 или 50 лет. Ну, естественно, если будет много людей, больных, нуждающихся в помощи, вне бесплатной, понимаете, мы же, как бы мы ни говорили о социально ориентированном обществе, все равно платят. Либо сам человек, либо государство, либо какие-то фонды, все равно это оплачивается, деньги циркулируют. И вот такое, например, направление тоже на Западе считается важным. Например, почему робототехника в Японии очень сильно развивается? Именно такая андроидная робототехника, когда робот похож на человека, очень много одиноких людей, сидящих у себя в квартире. То есть они, да, они в пределах квартиры могут еще там... А Молдавия, Узбекистан далеко, и на всех, значит, не напасешься. Ну, извините, по Рублевскому шоссе едешь и видишь там сиделки из Филиппин. Понимаете? То есть как бы, да, вот развивающиеся страны, которые поставляли каких-то хороших сиделок, их уже не хватает. Им нужно... Если человек живет в дорогой стране, то он не может мало денег получать. Им просто на трамвай не хватит. А смотрите, вот если бы уже заговорили про робототехнику, то можем ли мы обозначить какие-то сроки, когда, ну, действительно, из экзотики наличие вот какого-то там домашнего робота станет обычной практикой? Это все-таки, опять по прогнозам, в течение ближайших 30-50 лет произойдет? Или это все равно фантастический сценарий какого-то очень далекого будущего? Вы знаете, тут немножко нас путают картины, нарисованные фантастами. То есть такой человекообразный такой, у него лампочка вместо носа. Да-да-да-да-да. Вот, на самом деле... И он еще может как-то душевно с нами поговорить. Да, вот недавно я был в Италии, в городе Турин, и оказался внутри робота. То есть Туринское метро, там нет ни водителей, ни у поездов, там нет людей, которые проверяют или продают билеты. Вы туда заходите, там нет ни одного человека. Вы подходите к автомату, кидаете монетки, берете... Арамочки. Кидаете монетки, получаете билетик, прикладываете к турникету, там никто не смотрит. Может быть, в камеры смотрят, и если человек пару раз там перепрыгнет, его потом поймают. А по пять полицейских на каждой станции метро нету? Этого нет. И вы заходите на станцию, подъезжает поезд, у которого впереди, на переднем месте сидит маленький мальчик, трехлетний, показывает пальчиком на том, как вот огоньки пробегают. Открываются двери, заходят люди, и вот это робот. То есть мы-то думаем, робот это на колесиках покатится, такой, с лампочкой вместо носа, а робот вот он. Мы можем оказаться на умный дом. Это мы внутри робота, это как бы парадигма немножко вывернута по-другому. Да, человек в умном доме, у него там свет включается, выключается, там температура поднимается, опускается. Но пока это экзотика все равно. Это экзотика, но уже мы имеем это на достаточно дешевом бытовом уровне, но любой человек себе может за небольшие деньги купить там какую-то лампочку, которая у него на даче будет включаться, когда он выходит на крыльцо. То есть, да, это еще... Или же там, скажем, обогреватель, который включается и выключается, когда определенная температура воздуха достигнута. Это вот обычный масляный обогреватель. А тогда, если мы говорим о профессиях, с неизбежностью возникнет какой-то еще еще больший класс людей, которые технику это обслуживают, условно бытовую технику, пусть даже бытовую робототехнику. Потому что, опять же, если сейчас там среднестатистическая семья в нашей стране один раз, ну, не знаю, там в несколько лет вызывает мастера, чтобы починить холодильник или стиральную машину, а все остальное там умелит сам какие-нибудь проводочки, крутит, то с развитием вот этой техники уже сам проводочки никто, собственно, в домашних условиях крутить не будет. И тогда должен вырасти целый тоже класс людей, которые будут приходить и комплексно ремонтировать вот этот вот умный робот, умный дом в частности. Ну да, ну, мы это видим, такая огромная категория профессий появилась вокруг компьютеров. Вокруг компьютеров и там антивирусные обеспечения, вирусы, компьютеры. Смешно кому-то было сказать, что вот там человек будет чуть ли не в Форбс входить, потому что он делает программу для защиты компьютера от вирусов. Я сам работаю в Яндексе, являюсь разработчиком программы пункта свитчер, переключатель, раскладки, клавиатуры. Ну, кому сказать, 20 лет назад ты будешь работать в компании, писать правила для автоматического переключения с русского на английский при наборе на клавиатуре. Это было, в это трудно поверить. Это вот вы придумали вот это? Да. Да? Вот. И... Страшный человек. Да. Страшный человек у меня в студии оказывается. Вот. И, понимаете, ну, я, даже меня самого иногда удивит, как бы, когда ты постепенно этим занимаешься, ты к этому привыкаешь, но когда так со стороны посмотришь и как бы назовешь это профессией какой-то, ну, это странное, странное дело. И вокруг любой технологии, в том же Яндексе, Гугле, работают там тысячи людей. Мы готовы отвечать на те вопросы, которые вы успели прислать или успеете еще прислать на смс-портал 5533 после слова «Маяк». Вопросы есть очень и очень разные. Есть смешные такие. Вот человек работает кладовщиком и волнуется, останется ли эта профессия в будущем. Мне кажется, кладовщики как проститутки навсегда. Вы знаете, необходимо просто к любой профессии следить за тем, какие появляются новые технологии. То есть, там, смартфон, компьютер, то есть, кладовщик или там, машинистка, не умеющая набирать на компьютере, уже такая машинистка никому не нужна. Сейчас? Сейчас. А через 30-50 лет? Любая профессия останется, просто она будет обвешана теми технологиями, которые в тот момент существуют. Но с другой стороны, смотрите, вот такая распространенная профессия, как вахтер, например, который, ну, вот и по сию пору везде, даже при наличии каких-то датчиков, камер, компьютеров, чего-то еще. Все равно в наших условиях охранники, они же вахтеры, плодятся и размножаются просто простым делением каким-то. Этот процесс через 30 лет будет остановлен или все будут уже охранять все входы и выходы? Вы знаете, вахтер, это как бы человек на случай неопределенности. Вдруг птица залетела или там что-то такое упало или что-то произошло, что ни один компьютер просчитать не может. Жизнь, она сложна. То есть, все равно в каждом магазине по охраннику? Ну, где-то что-то, да. Но только, может быть, не в каждом магазине по охраннику, а по каким-то камерам, которые работают в тот момент, когда в магазине кто-то есть. Охраннику приходится ведь платить... Я вам говорю про нашу страну. И камеры такие уже есть во всем мире, а в нашей стране все равно в каждом магазине по охраннику. Ну, представьте себе, ночной магазин, в котором в течение двух часов нет ни одного человека. В этот момент охранник не нужен. А деньги ему идут. А если это компьютеризировано и как-то централизовано, то один охранник на 20 камерах может, в принципе, контролировать, оперативно выдвинуться. Хорошо. Почему-то люди очень заинтересовались условно, моими перспективами и спрашивают, что будет с профессией журналиста и как раз журналист на телевидении и на радио? Профессия журналиста будет универсализироваться. Я говорил с одним американским журналистом, который раньше выезжал как журналист с оператором, со звукооператором и так далее. Он говорит, сейчас я за те же деньги ставлю камеру на штатив, настраиваю звук, включаю камеру, захожу под нее и говорю. То есть, профессия останется, но человеку придется освоить большее количество... Появляются монтажные станции уже тоже и у нас появляются, когда действительно человек может делать все сам. Все ради чего требовалось так несколько человек. К сожалению, за те же деньги. Да, за те же деньги, но и может быть еще в меньших количествах, потому что при развитии технологий, которые уже тоже сегодня есть и той оперативности, с которой рядовые люди выкладывают в интернет видео, любую информацию в том или ином виде, наговаривают какие-то подкасты собственные, то поле для журналиста, оно сужается. Уже, собственно, репортер хроники, газетный репортер, это профессия, которая умерла, ушла. Уже никто не бегает по полицейским участкам и не собирает там, никто не сидит, собственно, в залах суда, бесполезно, все равно все самые интересные закрыты, а то, что говорят, бесполезно даже переписывать. Вот умирает. Последнее поколение уйдет на пенсию, и на том все и закончится. Это я отвечаю тем, кто за меня переживал на СМС-портале 5533. Так, да, технолог машиностроения, инженерная профессия, которая в России почти умерла сегодня, что, будет ли восход снова у нее? Безусловно, будет восход, но нужно понимать, что профессия не решает. То есть, название профессии или строка в дипломе или в трудовой книжке не решает вопрос трудоустройства человека. Во многом, все решается его человеческими качествами, его связями. Есть у него 100 друзей или 100 рублей? Вот если у него 100 друзей, его шансы сильно повышаются. То есть, вот откуда социальные сети, там, Facebook, Яру и так далее, мой круг. Коммуникация. Коммуникация, да. Если у тебя есть 100 друзей, то шансы найти работу, потому что вдруг открылась вакансия на неделю, и если у тебя 100 человек есть, то кто-то тебе может помочь с устройством. Личностные качества важнее становятся, чем строка в дипломе. Ну что же, разговор мы заканчиваем. И вот видите, итог нашего разговора. Квартиры, тем более дома, не у всех в России. Маяковские мечтатели, фу, пишут нам. Не верят люди в то, что мы с вами говорим. Главное, что не верят, что и через 30-50 лет удастся им получить собственное жилье. А мы-то, знаете, про профессии, про профессии. Спасибо большое. Спасибо. В гостях был футуролог и директор проекта футура.ру Сергей Москалев. Мы, конгресс футурологов, еще будем продолжать. Фото рек или переброски рек сибирских в европейскую часть. Они сработают. Они сработают, безусловно. Они сработают, просто их повернут не среднеазиатские, но в какие-то, может быть, регионы такие, южные, Курган, куда-то туда. Поближе к Европе, чтобы можно было дотянуться. Да, и вполне возможно. Ну, скажем, в вопросах транспортировки нефти или газа, то все станции, которые прогоняют через себя эти потоки, они же на этой нефти или на этом газе, они и работают. А с водой там сложнее, потому что она как бы будет замерзать, и чтобы вот воду по трубам гнать с такого диаметра, то есть нужны какие-то... Новые технологии. Да, новые технологии. Которые, соответственно, должен делать человек, обладающий квалификацией, значит, будет тогда с неизбежностью спрос на инженерную мысль. В этой области как раз. Мы говорим водопроводчик, имея в виду довольно широкий тоже спектр профессий, все, что связано с транспортировкой воды. Ну, очистка, например, делать воду питьевой или же, например, делать воду канализационную, ну, скажем, более или менее нормальной. Это как бы разные профессии, но вокруг этого же бизнеса, смотрите, еще 20 лет назад мы могли ли говорить там домашние бытовые фильтры для очистки воды. Или вода в бутылках. Разнообразных там цистернах, которые теперь без нее не представить. Итак, как мы будем жить через 30, а то и 50 лет? Какие профессии будут востребованы? Об этом мы говорим с нашим гостем, футурологом, директором проекта футура.ру Сергеем Москалевым. Сергей, вот прочитал тут список профессий, которые никогда не уйдут в течение ближайших 50 лет. Это проститутки, налоговые инспекторы, религиозные лидеры, парикмахеры, артисты, военные политики и все, кто задействованы в ресторанном, туристическом и гостиничном бизнесе. Вот такой взгляд. Согласны? Ну да, есть некоторые вещи, которые не меняются. Ну там, столовая ложка или вилка, то есть в такой форме они находятся там, может быть, уже тысячу лет. Есть вещи, которые, ну как-то вот так привязаны жестко к человеку и к обществу, что ну они могут просто видоизменяться. Скажем, иногда для традиционной профессии может потребоваться знание новой технологии. Например, сапожник, принимающий заказы через интернет. Но в этом смысле все равно там, ну когда мы говорим на обозримый срок, все-таки там действительно 50 лет это срок обозримый. в смысле того, что люди будут по-прежнему носить обувь, по-прежнему носить одежду. В лучшем случае. Ну вот как-то похожую на то, что сейчас. Они могут носить ласты. Ну, вариации. Но все равно профессионально понадобятся люди, которые будут их как-то одевать и кормить. И предположить, что уйдут профессии связанные, ну там, не знаю, медицина. Повара тоже нельзя. На таблетки не перейдем, ни на какие тюбики уже понятно тоже, несмотря на то, что это все существует как бы и сегодня, ради бога. Хочешь, ешь из тюбика, хочешь, приготовь себе курицу по-человечески. Ну, профессии медицинские все остаются. и даже, скажем так, воздействие медицины, развитие медицины очень сильно влияет на общество. Мы можем опять взять для примера Африку, в которой, когда в 65-70-е годы стали активно заниматься вакцинацией, если раньше из 20 детей выживал один или два, то после вакцинации стали выживать 20. И получилась катастрофа с перенаселением. То есть, земля, ее скудные ресурсы не позволяли прокормить такое количество людей. Вот то, что сейчас Африка находится в таком печальном состоянии, ну, и технологическом, и эпидемиологическом, любом. Это связано как раз с достижением медицины. А, то есть, когда вы перечисляли эти пять основополагающих факторов, которые влияют на будущее, и я так себе, видимо, ошибочно поставил общественное отношение и политику над технологиями, это скорее наоборот. Скорее, в этом смысле, если мы берем медицинский пример, именно медицинская технология спустя там поколение определило как раз и общественные отношения, и политические проблемы, которые существуют сейчас в той же самой Африке. Да, давайте посмотрим на разве... Ну, Африка, пример такой, скажем, печальный, заведомо, по любым параметрам, если говорим про Африку... Но может быть модель как раз. Как модель может рассматриваться. Давайте возьмем Японию. Самая высокая продолжительность жизни. Колоссальная проблема, колоссальная нагрузка на пенсионные фонды. То есть, если раньше пенсионера кормило трое работающих, и они умирали там 65 лет, там, прожив 5 лет после выхода на пенсию, то сейчас люди живут по 95 лет на современных достижениях медицины. И в какой-то момент в развитых странах создастся ситуация, когда на одного работающего будет 3 пенсионера. То есть, и говорят вот о продолжитель... как бы увеличении продолжительности жизни, это неправильный подход. Нужно говорить об увеличении работоспособности возраста. То есть, чтобы человек, ему было там 70, но он был нормальный, здоровый. Как в Голландии, ездящий на велосипеде на работу 40 километров каждый день, нормальный, соображающий, и который может и работать, и себя кормить, и помогать другим. И вот некоторые вещи, которые мы считаем достижениями, они ставят нас перед вызовами. То есть, общество становится старше. То есть, мы заметно стареем. Врач-геронтолог, это профессия, которую еще недавно в нашей стране не сильно слышали, это будет профессия такая очень... Геронтолог, видите ли, это не столько врач, это ученый, который изучает вопросы долгожительства, а вот, например, люди, которые занимаются социальным обеспечением пожилых, их обслуживанием, понимаете, там, если раньше там нянечка одна обслуживала одного пенсионера и получала какую-то там зарплату скромную, то сейчас она в маленьком городке может обслуживать 10 пенсионеров и будет получать неплохую зарплату. А если над ней надстроится какой-нибудь менеджмент, который ловко это все будет делать, она будет получать тоже зарплату. А менеджмент как раз на пенсионерах почти как на нефти поднимется через 30 или 50 лет. Ну, естественно, если будет много людей, там, больных, нуждающихся в помощи, вне бесплатной, понимаете, мы же, как бы мы ни говорили, а там, о социально ориентированном обществе все равно платят. Либо сам человек, либо государство, либо какие-то фонды все равно это оплачивается, деньги циркулируют. И вот такое, например, направление тоже на Западе считается важным. Например, почему робототехника в Японии очень сильно развивается? Именно такая андроидная робототехника, когда робот похож на человека, очень много одиноких людей, сидящих у себя в квартире. То есть, они, да, они в пределах квартиры могут еще там, но... А Молдавия, Узбекистан далеко, и на всех, значит, не напасешься, персональных доброго работников. Извините, по Рублевскому шоссе едешь и видишь там сиделки из Филиппин. Понимаете? То есть, как бы, да, вот развивающиеся страны, которые поставляли каких-то хороших сиделок, их уже не хватает. Им нужно, если человек живет в дорогой стране, то он не может мало денег получать, ему просто на трамвай не хватит. А смотрите, вот если бы уже заговорили про робототехнику, то можем ли мы обозначить какие-то сроки, когда, ну, действительно, из экзотики наличие вот какого-то там домашнего робота станет обычной практикой. Это все-таки, опять по прогнозам, в течение ближайших 30-50 лет произойдет, или это все равно фантастический сценарий какого-то очень далекого будущего? Вы знаете, тут немножко нас путают картины, нарисованные фантастами. То есть, такой человекообразный, такой, у него лампочка вместо носа. И он еще может как-то душевно с нами поговорить. Да, вот недавно я был в Италии, в городе Турин, и оказался внутри робота. То есть, туринское метро, там нет ни водителей, ни у поездов, там нет людей, которые проверяют или продают билеты. Вы туда заходите, там нет ни одного человека. Вы подходите к автомату, кидаете монетки, берете... А рамочки? Кидаете монетки, получаете билетик, прикладываете к турникету, там никто не смотрит. Может быть, в камеры смотрят, и если человек пару раз там перепрыгнет, его потом поймают. А по пять полицейских на каждой станции метро нету? Этого нет. И вы заходите на станцию, подъезжает поезд, у которого впереди, на переднем месте сидит маленький мальчик, трехлетний, показывает пальчиком на том, как вот огоньки пробегают. Открываются двери, заходят люди, и вот это робот. То есть мы-то думаем, робот это на колесиках покатится такой, с лампочкой вместо носа, а робот вот он. Мы можем оказаться в умный дом. Это мы внутри робота. Это как бы парадигма немножко вывернута по-другому. Да, человек в умном доме. У него там свет включается, выключается, там температура поднимается, опускается. Но пока это экзотика все равно. Это экзотика, но уже мы имеем это на достаточно дешевом бытовом уровне. Ну, любой человек себе может за небольшие деньги купить там какую-то лампочку, которая у него на даче будет включаться, когда он выходит на крыльцо. То есть, да, это еще... Или же там, скажем, обогреватель, который включается и выключается, когда определенная температура воздуха достигнута. Это вот обычный масляный обогреватель. А тогда, если мы говорим о профессиях, с неизбежностью возникнет какой-то еще еще больший класс людей, которые технику это обслуживают, условно, бытовую технику, пусть даже бытовую робототехнику. Потому что, опять же, если сейчас там среднестатистическая семья в нашей стране один раз, ну, не знаю, там в несколько лет вызывает мастера, чтобы починить холодильник или стиральную машину, а все остальное там умелет сам какие-нибудь проводочки крутит, то с развитием вот этой техники уже сам проводочки никто, собственно, в домашних условиях крутить не будет. И тогда должен вырасти целый тоже класс людей, которые будут приходить и комплексно ремонтировать вот этот вот умный робот, умный дом, в частности. Ну да, ну, мы это видим, такая огромная категория профессий появилась вокруг компьютеров. Вокруг компьютеров и там антивирусные обеспечения, вирусы, компьютеры. Смешно. Кому-то было сказать, что вот там человек будет чуть ли не в Forbes входить, потому что он делает программу для защиты компьютера от вирусов. Я сам работаю в Яндексе, являюсь разработчиком программы Punta Switcher, переключатели, раскладки, клавиатуры. Ну, кому сказать, 20 лет назад ты будешь работать в компании, писать правила для автоматического переключения с русского на английский при наборе на клавиатуре. Это было, в это трудно поверить. А это вот вы придумали в этом? Да. Да? Вот. И... Страшный человек. Да. Страшный человек у меня в студии оказывается. Вот. И, понимаете, ну, я, даже меня самого иногда удивит, как бы, когда ты постепенно этим занимаешься, ты к этому привыкаешь, но когда так со стороны посмотришь и как бы назовешь это профессией какой-то. Ну, это странное, странное дело. И вокруг любой технологии, в том же Яндексе, Гугле, работают там тысячи людей. И мы готовы отвечать на те вопросы, которые вы успели прислать или успеете еще прислать на СМС-портал 5533 после слова «Маяк». Вопросы есть очень и очень разные. Есть смешные такие. Вот человек работает кладовщиком и волнуется, останется ли эта профессия в будущем. Мне кажется, кладовщики как проститутки навсегда. Вы знаете, необходимо просто к любой профессии следить за тем, какие появляются новые технологии. То есть, там, смартфон, компьютер, то есть, кладовщик или там машинистка, не умеющая набирать на компьютере, уже такая машинистка никому не нужна. Сейчас. Сейчас. А через 30-50 лет? Любая профессия останется, просто она будет обвешана теми технологиями, которые в тот момент существуют. Но с другой стороны, смотрите, вот такая распространенная профессия, как вахтер, например, который, ну вот, и по сию пору везде, даже при наличии каких-то датчиков, камер, компьютеров, чего-то еще, все равно в наших условиях охранники, они же вахтеры, вкладятся и размножаются просто простым делением каким-то. Этот процесс через 30 лет будет остановлен или все будут уже охранять все входы и выходы? Вы знаете, вахтер, это как бы человек на случай неопределенности. Вдруг птица залетела или там что-то такое упало или что-то произошло, что ни один компьютер просчитать не может. Жизнь, она сложна. То есть, все равно в каждом магазине по охраннику? Ну, где-то что-то, да. Но только, может быть, не в каждом магазине по охраннику, а по каким-то камерам, которые работают в тот момент, когда в магазине кто-то есть. Охраннику приходится ведь платить 20... Я вам говорю про нашу страну. И камеры такие уже есть во всем мире, а в нашей стране все равно в каждом магазине по охранникам. Ну, представьте себе ночной магазин, в котором в течение двух часов нет ни одного человека. В этот момент охранник не нужен. А деньги ему идут. А если это компьютеризировано и как-то централизовано, то один охранник на 20 камерах может, в принципе, как бы контролировать и оперативно выдвинуться. Хорошо. Почему-то люди очень заинтересовались условно моими перспективами и спрашивают, что будет с профессией журналиста и как раз журналист на телевидении и на радио. Профессия журналиста будет универсализироваться. Я говорил с одним американским журналистом, который раньше выезжал как журналист с оператором, со звукооператором и так далее. Он говорит, сейчас я за те же деньги ставлю камеру на штатив, настраиваю звук, включаю камеру, захожу под нее и говорю, то есть профессия останется, но человеку придется освоить большее количество. Появляются монтажные станции уже тоже и у нас появляются, когда действительно человек может делать все сам. Все ради чего требовалось несколько человек. К сожалению, за те же деньги. Да, за те же деньги, но и может быть еще в меньших количествах, потому что при развитии технологий, которые уже тоже сегодня есть и той оперативности, с которой рядовые люди выкладывают в интернет видео, любую информацию в том или ином виде, наговаривают какие-то подкасты собственные, то поле для журналиста оно сужается. Уже, собственно, репортер хроники, газетный репортер, это профессия, которая умерла, ушла. Уже никто не бегает по полицейским участкам и не собирает там, никто не сидит в залах суда, бесполезно, все равно все самые интересные закрыты, а то, что говорят, бесполезно даже переписывать. Вот умирает. Последнее поколение уйдет на пенсию, и на том все и закончится. Это я отвечаю тем, кто за меня переживал на смс-портале 5533. Так, да, технолог машиностроения, инженерная профессия, которая в России почти умерла сегодня, что, будет ли восход снова у нее? Безусловно, будет восход, но нужно понимать, что профессия не решает. То есть, название профессии или строка в дипломе или в трудовой книжке не решает вопрос трудоустройства человека. Во многом, все решается его человеческими качествами, его связями. Есть у него 100 друзей или 100 рублей? Вот, если у него есть 100 друзей, его шансы сильно повышаются. То есть, вот откуда социальные сети, там, Facebook, Яру и так далее. Мой круг. Коммуникация. Коммуникация, да. Если у тебя есть 100 друзей, то шансы найти работу, потому что вдруг открылась вакансия на неделю и если у тебя 100 человек есть, кто-то тебе может помочь с устройством. Личностные качества важнее становятся, чем строка в дипломе. Ну что же, разговор мы заканчиваем. И вот видите итог нашего разговора. Квартиры, тем более дома не у всех в России. Маяковские мечтатели фу пишут нам, не верят люди в то, что мы с вами говорим. Главное, что не верят, что и через 30-50 лет удастся им получить собственное жилье. А мы-то знаете про профессии, про профессии. Спасибо большое. У меня в гостях был футуролог и директор проекта футура.ру Сергей Москалев. Мы конгресс футурологов еще будем продолжать. Спасибо. 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 Спасибо.